приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала с вами вампир и я продолжаю проходить битву за кольцо в игре ластелин колец битву средиземье 2 под знаменем короля чародея и сегодня я на сто процентов уверен что будет финальная серия и так давайте продолжим но для начала везде разведем постройки и подумаем как нам правильнее пойти так но тут и думать нечего идем на роковую гору смотрим дальше тут интересная ситуация как вы помните в предыдущей серии я проиграл фарад виде ничего сейчас там steam как бы поступить нам они скорее всего сейчас нападут либо на гундабад либо на карндун так войска наверно отправить вперед 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 придвинуть бог отлично прям окружены наши враги а кстати самое главное сохранился ли герой непонятно может тут я почему-то не вижу видимо не сохранился тэуден к сожалению ну и ладно и сохранился ну и хрен с ними хотя блин жалко было бы прикольно это так как тут быть вот однозначно надо вот эту компашку уничтожить если они нападут на карндун я буду готов с армоном пойдем мы уничтожим фарад вид заберем обратно эту территорию а шарку пойдет на северное нагорье как-то так мы поступим хотя блин я бы хотел захватить плато ну ладно все пусть вот так и будет а не напали на карндун как я и думал и тут напали ну тут уж точно смысла нет воевать фарад вид мы обратно себе вернули а вот на карндун мы обязаны выиграть чтобы эти твари сдохли там потому что отступать им некуда ну что сначала тут повоюем блин у них тут армия такая неплохая вот особенно король чародей ё-моё что это один или семь не это один нюшка 7 катапульт испугался но бой давайте повоюем с ними но очень я не хотел вступать здесь в бой особенно с королем чародеем он чересчур мощный но надеюсь что мы сможем уничтожить да как видите армия у нас приличная вот только бы не просрать нам ее ну что по правилам скорее всего противник внизу строится да конечно это свирепая армия очень много арбалетчиков как-то криво очень вы встали да вот и сопилку поставим деревья есть почему бы и нет ну враг я тебя жду падла нападай и я в ответную пойду я просто вот не пошел потому что вдруг они справа в ладут ага видите эльфы засветили себя то есть они вот так сейчас идут и там будет долго идти они значит вот тут появились эльфы а вот куда они уже побежали рабочими строится это трудно сказать ага вон они прошли стоять на месте хотя вот этих дропов надо убить срочно ангмара тут справа тоже идет явно по-моему они не внизу строится элранд ну дураки стрелять сегодня будете вообще что бегают пять раз не лезь кавалерия храма где этот энд сжечь его как еще жив-то алё пору давно пора было тебя бежать ой ладно хрен с ними пойдемте надо идти в атаку чё нам сидеть у нас такая огромная армия ну буду надеяться что где-то вот тут они начали строится хотя наверно они вниз побежали потому что войска шли вот как-то через центр ангмарские вот конечно удачно если мы не встретим короля чародея то есть он допустим сейчас идет нашу базу сносить там а мы идем к нему на базу он нашу вас будет очень долго сносить она быстро снесем отлично молодец король чародей тихо-тихо-тихо-тихо рабочий ушмы гнутит меня решил сейчас скорее всего конечно король чародей сразу спешит назад а не он не спешит назад ну и зря поспешить реально ангмар сносить а то вдруг сейчас смудрится крепость нести ему может быть и под силу у него урон очень хороший я вот честно я уж наверно говорил я почему-то недооценивала колдуна вот этого ангмарского вы поняли я про короля чародей говорю я его действительно недооценивала то есть я раньше считала хороший герой но не такой уж крутой все эльфы отыгрались остался ангмар вот он рабочий они же второй твой рабочий ну то есть я считал ну герой как герой ну ничего в нем особого такого крутого нету оказывается нифига подобного ну ламай-ламай тут я уже тебя снес ну по крайней мере мне против него воевать очень неприятно я ненавижу когда против меня такой герой играет мощный так все тут победа без потерь теперь карнах дум получается бой конечно тут серьезная армия против нас сейчас тоже уничтожим эту армию неоднозначно заплатят за то что уничтожили уничтожили меня в фродвейце что простите это шутка а почему я налево надо рабочих убивать тогда что это за сутка такая почему я вне крепости стреляй туда хотел стрелять убить вы героя ну армия конечно да я просрал тут нехило вот рабочего надо убить отловите его срочно все красавцы ангмар отыграл с одной стороны конечно хорошо чего появился и сразу уничтожил уничтожил извините но сегодня не ваш день второй эльфийский рабочий прячется от меня покажись подлин трус я кстати эльфийского героя чуть не видел он вообще нападал мне его кто не заметил ладно опять же победа у нас быстро и причем так что у нас дальше а там же у нас червюст пошел на роковую гору что у него там ну к сожалению нету смысла здесь вступать в бой это действительно бессмысленно итак расчет итогов это двухминутный бой будет и как видим да герой не сохранился у нас вон он Теуден на вратах радуется сидеть жизни к сожалению на карту средиземья его захватить нельзя но допустим на единственный бой захватить вполне можно мы с вами проверили это можно гальку захватить даже представьте галдриэль то есть ваш противник там старался копил 10 тысяч там грубо говоря на гальку или на саурона а вы взяли и захватили вы представьте какой он в гневе там будет сидеть я говорю не про бот а вот с другом вы будете играть вот так вот хитрово сделаете это весьма очень хороший козырь у изенгарда я считаю я честно недооценил червюста ой как недооценивал переместим сюда войска ты что обалдел что ли не все что ли можно прислать оставшись сюда можно нельзя так но если они нападут на роковую гору ну и пускай пойдем на мордор так как же сейчас быть два героя у них получается напасть они могут у нас либо на артедайн либо на северное нагорье выбора больше у них никакого нет а значит мы нападаем на ангмар ой на плато вернее вот лордс идет на ангмар шарку не не надо похитрее быть мы пойдем на форнест я думаю что они вот сюда пойдут а им отступать потом будет некуда и все перекинуть больше войска нельзя ну что конец фазы получается ну тут ладно повоюем еще с эумером это же как а все правильно они же могли сюда переместить что-то форнест нет нету смысла ну что бой конечно тут нужен нужен бой опять же блин короче ради ой твои налево как это неприятно он ведь может всю армию мою положить вполне этого блин элрон да я не боюсь хоть он там себя будут поддорожником лечить это фигня а вот колдуна тангмарский он у него урон хороший прочный падла хрен ты его убьешь так ну мы наверное сразу идти наверно надо что сидеть так что вполне мы можем потерять с вами тут всю армию очень даже вполне что гораешь ты что значит хочу есть ваш плавилин делает больны что на голову странно не ну раз тут ваши постройки я чушь тогда их сюда не поместили не отсюда уначале нам дикарей дали охрена их толку 0 давай хоть девятый уровень получи старик надо бы так это скорее всего недавно построили значит рабочий где то поблизости и колдун блин где то рядом опа вот он двое на лево колдун это не то опускай свой шар колдун ух кстати колдуну колдуну ты сейчас садил так что он теперь на всю жизнь запомнит копейщики пускай 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 рабочего выпустить бы я не помню где эльфийский герой то ли он в атаку пошел то ли а вот то ли он все очканул и сказал все я ухожу и буду здесь воевать этого не боюсь ничьи 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 поддорожник не поможет все эльфы отыгрались пора и вам проиграть ну одного рабочего убил а второй где или двоих убил уже не помню нет это еще рабочий заклинать или стоять никого не призывают денег что нет и в чем проблема так девятый уровень кстати получили мы все таки это хорошо да не дурите хорошо ломать падла где а вон 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 видишь на карте передвигается что-то строит не поймут а это казарма все победа победа и что же получается противнику нет ему есть куда-то отступать он может отступить в лостре к сожалению ну и ладно хрен с тобой бой теперь тут тут у него нет кавалерии значит все просто будет и быстро можем захватить этого героя попробовать еще раз сохранится ли он на карте средиземья но думаю вряд ли бесполезно уже пробовать если он не сохранился но если бы он сохранялся ну согласитесь это был бы ну очень читерно то есть скорее всего все бы люди брали прямо эзенгард в битвах ну здорово ты прям ждал мне когда придут чтобы не колечко извини мне пока что некуда кольцо это положить да и не нужна она мне я знаю где противник строится я сразу направлюсь если он хочет пускай приходит забирает кольцо а к сожалению все битва подходит к концу и можем уже подвести итог честно скажу битва была для меня сложной очень сложной в разы сложнее чем там за эльфов я играл и за гномов за них было проще намного за эзенгард было куда сложнее проиграли мы с вами получается четыре битвы обидно конечно но там к сожалению были безвыходные ситуации все хотя вот последняя битва не знаю может быть и можно там было выиграть но по крайней мере я чё-то не смог то ли желания не было потому что в тот день в этой битве действительно как-то желания на ней не было но не буду отмазываться они сами свои герои были какие же плохие а так вот не буду отмазываться ну проиграл хрен с ним самое главное мы выиграли всю битву это самое главное ух ты лучники у вас лучи давай давай вот насчет лучников вообще трудный вопрос но я бы хотел вас попросить в комментариях лично написать свое мнение насчет лучников вот понятное дело что на первом месте у нас идут лучники чернолесия это самые лучшие лучники в игре на втором месте я считаю ангмарские лучники идут а вот на третьем я уже не знаю какие лучники идут честно и вот мне интересно как вы считаете так также распределите по местам и мне вот интересно кому вы дадите третье место скажем так что сколько много потому что я вот честно не знаю все наравне на третьем месте что и тиленс и тиленски там что арбалетчики но даже вспомнить этих гномов лучников глядов идут приемы слышали али хорош мне надоело кто покажет и и и и что они усердно атакуют спали в туман тебя убьют они очень усердно усердно атакует и уж цели я не убьют меня эту армию все остались арбалетчики давай колдует мне босрались эти чувств тыла они по-зверски сейчас атакуют прям отрядов 15 а то и 20 я уже убил потерял очень много боев рабочие поток покажись а ты спрятался в башню а у них три казармы не вон как играют вот почему не так прям по несколько отрядов подали мне интересно откуда у вас столько денег считать принципе нормально ладно все равно это победа я же два рабочих уже убил 3 что ли а а мы шли тут крепость есть я чуть не помню если крепость а важно они опять казарма строить делу ладно вам сколько можно сдавайтесь уже Все Крепосты у них никакой нет Я не знаю, может мне показалось По-моему я убил три рабочих Возможно все-таки показалось Конец фазы Враг уничтожен Это кто? Ангмар Ангмар, да, уничтожен Все, король-чародей Не помешает Ну теперь Переходим к наступлению Эльфов уничтожаем Так, куда он может пойти? Может на Рудаур Курганы Короче Бесполезно, куда он не пойдет Везде его ждет смерть Так, конец фазы Вернись-ка и обратно Раки отступили Боромер От отчаяния Скорее всего пошел в атаку Я даже не знаю Нет смысла здесь воевать Он даже не стал со мной драться Сказал, все, я отступаю На свою последнюю территорию На Амансову, если не ошибаюсь Эх, все, последний ход Остался Но, все равно Мы Как-то Быстро Выиграли эту битву По-моему, за эльфов Я не помню, сколько ходов было Но около 40 По-моему, точно А тут 20 Так что Ох, блин А, походи Мы что-то потери понесли Давай-ка Перекинем себе Ух Полетчики Максимально Все, больше нельзя И так, конец фазы Скуда что-то побежал На Рудаур Ну, хорошо Я с тобой Там побою Не, все-таки Давай сейчас побоим Черные врата Напоследок Растуш Решил сюда напасть Ну, я не знаю Чем ты думал Опять же Если тут у нас сейчас Улучшенные войска Я просто честно Не помню Возможно и не улучшенные А если улучшенные То я не знаю Чем он был Потому что он сейчас Сдохнет И очень быстро Так, это что за карта А, Рудаур Значит мы в левом верхнем углу А не в левом нижнем углу Хотя Все возможно Может быть Справа где-нибудь Вверху Или снизу Все возможно Но мы Всегда Если это наша территория То мы всегда появляемся здесь Вот тут я лежу Есть и улучшенные И не улучшенные Но Не важно Так, распределим Так, распределим Смысла, конечно же Нету Распределять Способности К чему К чему это Уже все Все сложности И мучения Позади Они были действительно Мучения в этой битве Но я доволен Это битва Честно Эта битва Меня очень впечатлила Она была Такая оригинальная Фарадвейт Фарлиндор Самое сложное Временем Конечно Все-таки Задавили Так что Есть Япон Мать Ты вообще Будешь что ли Воевать? Элё? Ну что ли Он здесь Я не пойму И главное Никакой от него Движухи нету Тишина просто Мертвая А вот Они все-таки Здесь строятся Элранд Выходи Поговорим Сейчас с тобой Ну герой Все равно Хороший Почти Неплохой Герой Для меня Конечно Гмарский Колдун Кудас Получается Заклонам Осталось Играть Дверь За Концем Получается Замордор Это имеют Против Пяти Убийц Опять же Замордор Гоблины Ангмар И люди Все Да Давай Хороший Завайте Что понятно Ну и последок Бой В черных Татах А у них Вон Что Я и забыл Что у них есть Территория Хитрожопая Ну вот Почему он Двинулся Вправо Хитрый Все таки Бот Он видите Не сдохнет Он отступит Вправо И Скрипси Он думает Типа Напасть На карак Тут войска Стоят Так что Ни хрена Такой фокус У него не пройдет Черные Врата В смысле Нет Вступать Бой Ну давайте Повоюем Да Я вот думаю Вот за гоблинов Будет мне сложно Наверное Куда сложнее Чем за Изингард Я просто Представляю Это наверное Жопа будет Ангмар Не Я думаю Не сложно Будет Может конечно Наравне С Изингардом Будет Либо Опять же Не сложно Может как Наравне С эльфами Будет Люди Куда за Людей Я Даже Не знаю Как-то Не боюсь За них Играть Так Они За вратами По моему Мордор Мордор По мне Проще Всего У них Герои Летающие А это Это очень Просто Когда из Дракона Это всего лишь Только слова Не надо Убивать Давай за нас Ну Давай Бейте Перейдем Уча Третий Уровень Рок Гондора Ну-ка Давай Сейчас Подудим Хотя Кому Дудить Некому Не Хорми Нету Правильно Дуди Зови На помощь Тебе Никто Не Поможет Все Уже Уничтожены Так что Да Пока Конечно Словами Рано Говорить Что Сдавал Легко Сдавал Сложно Пока Скажем Так Не Попробуешь Рано Говорить Ситуация Может По-разному Повернуться Убития Тут Она Рандомная Так Где же Второй Рабочий У тебя А Вот Он Стоит За спиной Говорит Убейте Меня Избавьте Меня От Мучений Что Ещё Доказано Что Есть О Видишь Бормер Мы Тебе Помогли Получить Четвёртый Уровень Ты Должен Быть Нам Благодарен Последняя Казарма И победа Второй Герой У них Не успел Прийти На помощь Тогда Если бы он Пришёл Мы бы Его захватили Он даже Не дрался Всё-таки Да Блин Червиус Как же Я тебя Недооценивал Шикарный Шикарный Сам По себе Конечно Он Хиленький Урон Он Не такой уж Хороший Наносит Я бы Сказал Его Убить Проще Простого Но Это Способность У него Шикарная Конечно Так Ещё У нас Две Территории Я же Забыл Надумать Слушать Анфолас И вот Эту Территорию Ну что Конец Фазы Ой Да Ладно Какой ты Храбрый У нас Не Я чуть Не хочу Второй Раступать В бой На этой Карте По-моему Всё Понятно Даже Не стал Драться Отступаем Ну что Теперь Мы идем К тебе В гости Конец Фазы Я не хочу С тобой Драться Ещё Раз Опять Ищи Уничтожай Тут Всё Равно Уже Всё Понятно Конец Фазы Эльфы Потерпели Поражение И люди Остались Но Они Быстрее Всех Вообще Должны Быть Уничтожены Ну если бы Арагорн Не прошёл бы И захватил Эти две территории Я вот не уследил Моя ошибка Ух ты Пошёл ты Не хочу Чё-то Опять Искать И базу У них Всё Понятно Всё равно Здесь Найду И уничтожу Итак Конец Фазы Всё С победой Вас Дорогие Друзья Мы Всё-таки Зайзенгард Выиграли Эту Битву Конечно С трудом Действительно Я не могу сказать Что для меня Была лёгкая Эта битва В принципе Я уж конечно Всё сказал Про эту битву Больше Добавить нечего Битва понравилась Действительно Была шикарная Возможно Одна Из лучших Для меня Эта битва Была Интересная Мне понравилась Ждите Следующую битву Против Пяти убийц Ну возможно Стерехом Запишем И не надо писать Там Запишись Стерехом Или Сыграй против него Как он Будет свободен Как он там Захочет Тогда и будем Но Сразу скажу Чтобы больше таких вопросов Ко мне не было Стерехом Ну то есть Против него Я обязательно сыграю Не переживайте Так что да Не знаю Может быть Следующая битва Будет Стерехом А может быть Против Пяти убийц Как он Если будет свободен Значит сыграем Если нет Значит будет битва Против Пяти убийц Напоминаю вам Заходите в группу Вконтакте Голосуйте За Какую Следующую Рассу Играть мне Против Пяти убийц А пока Я с вами Обращаюсь Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии Ну и всем удачи Всем пока